МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире. 23-е заседание Совета правительства Республики Западная Армения. Ответ Азербайджана и Западной Армении в рамках ООН. ООН должна потребовать от Баку освободить всех армянских заключенных до КОП-29, Пол Полман. Соглашение между Ереваном и Баку возможно, но стороны должны пойти на жесткие компромиссы. Государственный департамент США. Уникальный хачкар Барцахи. Армянская национальная одежда, культура и традиции, обычаи на фестивале Тарас-фест. В розовые медали Международной олимпиады по биологии. 15 июля состоялось очередное заседание Совета правительства Республики Западная Армения. Со вступительной речью на заседание выступила президент Республики Западной Армения Лития Маркосян, представив защиту прав коренных народов. Лития Маркосян представила заявление жалобы о защите прав коренных армян, насильственно перемещенных из Арцаха, которые были представлены на конференции ООН, осуждая Баку за насильственную депортацию, зверства и иноцидальные действия, совершенные в отношении армян Арцаха. Президент Лития Маркосян еще раз напомнила о трех выступлениях в ООН. В частности, подчеркнут тот факт, что мы должны работать над сохранением языка коренных народов, поскольку западноармянский язык находится в серьезной опасности. Ответ Азербайджана, Западной Армении в рамках ООН. Хотела бы обратить ваше внимание на то обстоятельство, что структура под названием «Армяне-Западная Армения» в политических целях постоянно злоупотребляют этой важной платформой, поддерживая незаконную оккупацию и сепаратизм, что абсолютно неприемлемо. Представляющая неизвестную структуру, фактически использует эту платформу против моей страны, распространяя дезинформацию и клевету, что вызывает серьезные вопросы. Ни эта структура, ни их заявления не имеют ничего общего с коренными народами. Это элементарные попытки сделать разоблачение на эту тему против Азербайджана и представить ложные истории, что также не может способствовать установлению мира в нашем регионе. Представители этой структуры утверждают, что являются представителями Западной Армении. На самом деле они иностранные агенты армян-диаспоры, которые подрывают построение мирной повестки дня в регионе. Хочу подчеркнуть, Карабах считается международно признанной автономной территорией Азербайджана. И использование несуществующих географических названий в отношении территории Азербайджана ставит под сомнение его суверенитет и территориальную целостность, что противоречит уставу ООН. Азербайджан имеет мультикультурное и многонациональное общество, соблюдает равные права в отношении национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе. И это также закреплено. Мы призываем представителей экспертного механизма обратить внимание на это обстоятельство. И призываем участников конференции воздержаться от провокационных заявлений, противоречащих уставу ООН, нарушающих нормы и принципы международного права. Хотела бы обратить ваше внимание на обстоятельства с правами этнических азербайджанцев, которые были лишены земель и имущества предков в результате этнических чисток. Невозможность вернуться на исконные земли, находящиеся на территории нынешней Армении, несправедлива. И это должно быть решено с помощью механизма по правам человека и высших органов. Баку – страна, которая не уважает права человека и международные права. У этой страны всего 7 жалких баллов из 100. от организации «Фритом Хаус». Об этом в своей статье написал бывший вице-президент Организации Объединенных Наций по глобальному договору по Полман. Статья была опубликована в британском издании «Экспресс», отметив, с 2003 года, когда Ильхам Алиев унаследовал президентское кресло отца, коррупция в этой стране стала процветать еще больше. Гражданские свободы были уничтожены, политическая оппозиция поддавлена, не оставив никакой возможности до свободного выражения мнения и гражданской активности. Журналисты подвергаются преследованию, шантажу и попыткам подкупа. В случае сопротивления попадают в тюрьму, а покидающие страну и их семьи подвергаются преследованиям. После 10-месячной блокады местное население было лишено еды, топлива и предметов первой необходимости. Баку вынудил более 100 тысяч армян покинуть свои дома. Многие назвали это геноцидом. Подчеркивается, всего через год после развязанной Баку-агрессии в ноябре текущего года эта страна готовится принять в своей столице Summit ООН КОП-29, посвященный изменению климата. По словам Пола Полмана, тот факт, что Бакул был выбран в качестве принимающего города уже вызывает серьезные споры, поскольку почти 90% экспортных доходов этой страны формируется за счет добычи нефти и газа. Президент страны не имеет какой-либо заинтересованности в борьбе с изменением климата или сокращением выбросов. Представители правительства этой страны утверждают, что желают, чтобы этот Summit был Summit мира. И при том, что не прошло и года с тех пор, как они вторгли в соседнюю страну и до сих пор не достигли принятия справедливого мирного соглашения, не продемонстрировав реального намерения двигаться в этом направлении, отмечается в статье. По его словам, все больше и больше правительств в мире выражают свой гнев по поводу поведения Баку. Есть надежда, что новоназначенный министр иностранных дел в Великобритании Дэвид Леми также добавить свой голос к увеличивающимся голосам, учитывая его приверженность правам человека. В заключении Пол Полман подчеркнул, он должен потребовать от Баку освободить всех армянских заключенных до саммита КОП-29, также пересмотреть порядок выбора будущих принимающих стран. Восточная Армения и Баку допились большого прогресса и прошли долгий путь в вопросе заключения мирного договора, заявил пресс-секретарь и госсекретаря США Мэтью Миллер, отметив, что Вашингтон продолжает призывать стороны к заключению мирного договора. Мирное соглашение между двумя странами будет очень важным для этих стран. Это будет иметь большое значение для региона мира, стабильности и безопасности региона. Мы действительно считаем, что соглашение возможно, но оно требует от обеих сторон сделать сложный выбор и пойти на тяжелые компромиссы. В Вашингтоне стороны зафиксировали прогресс, но отказались предоставить какие-либо подробности. У нас пока нет соглашения, и мы не успокоимся, пока не достигнем этого, заключил Миллер. Национальный совет Западной Армении пытается напомнить международному сообществу. Международный пакт уже существует. Это Северский пакт. Независимая академическая платформа «Мониторинг культурного наследия Арцаха» представляет уникальное проявление изображения хачкара Арцаха в армянской культуре хачкара. В них представлены основное занятие ожидания популярной представления о бессмертии. Среди многих персонажей тем более особое значение имеет образ войны и тема боя. Когда началось это проявление, не выяснено. Судя по надписям, на хачкарах с изображением воинов, их наиболее вероятным началом можно считать середину XII века, когда власти Арцаха начали упорную борьбу за освобождение края. Около трех лет назад в лесах села Патреттик был найден хачкар, который, по всей вероятности, является одним из первых подобных хачкаров. Платформа отмечает, на хачкаре нет надписей, а в приблизительном времени можно судить, основываясь на иконографических особенностях отдельных компонентов в композиции и техническом исполнении. Скульптура выделяется своей простотой. Одежда и шляпа всадника не изображены. Лицо и пикировка лошади, седло в деталях не прорисованы. Меч и корпус, прикрепленные к поясу, более правдоподобны. Перечисленные детали дают основание отнести к хачкарах XI века, считая его самой верхней границей начала XII века. Простое и схематичное изображение выполнено щеткой и структурой. Основание креста, окантовка гроздья, свисающая с алтаря, точная и рельефная скульптура, придающая особый шарм уникальному хачкару. Цель шестого фестиваля Тарасфест, который пройдет с 10 по 11 августа, представить армянский национальный костюм, культуру, традиции и обычаи широкому кругу общественности. В первой части мероприятия планируется выставка продажи с участием мастеров-ремесленников, музеев и компаний, представляющих армянскую продукцию. В ходе мероприятия пройдут национальные игры, образовательные и развлекательные программы, дневные выставки, представляющие коллекции молодых дизайнеров. Во второй части фестиваля пройдет выставка национальной одежды в современной подаче. Будут представлены индивидуальные коллекции костюмов культурного центра «Терьян» местных и зарубежных дизайнеров. Также индивидуальная коллекция одежды с элементами коврового орнамента. На протяжении всего фестиваля выступят ансамбли традиционной армянской песни и танца. Сборная Восточной Армении завоевала две бронзовые медали на 35-й международной олимпиаде по биологии. Олимпиада прошла с 7 по 14 июля в столице Казахстана – Астане. На олимпиаде приняли участие 305 представителей из 81 страны. Нашу команду представляли Камуни Абрамян, Таттеф Симонян, Акоп Перихонян и Рубик Карапетян. Бронзовые медали завоевали Таттеф Симонян и Акоп Перихонян. За 7 дней олимпиады участники выполнили два теоретических задания, четыре экспериментальные работы по направлениям биохимия, молекулярная биология, биоинформатика, анатомия животных и физиология. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!